История со строительством храма в парке Морской Славы началась еще в 2014 году. Тогда жителям микрорайона Конищева стало известно, что в единственном на всю округу парке планируют возвести двухэтажный храм в честь адмирала Федора Ушакова и князя Владимира. Часть зеленых насаждений при этом необходимо было вырезать, и хотя обещали компенсацию потери новыми посадками, жители микрорайона встретили новость враждебно. Активисты организовали сбор подписей против строительства и обратились в рязанские СМИ. Начались одиночные протесты и массовые собрания, на которых жители выражали свое мнение. Храм в парке Морской Славы не нужен. Тем более, что в микрорайоне уже есть два храма, а парк всего один. Я вышла погулять, а больше гулять нам негде. Парк Морской Славы очень удобный парк, особенно тем, кто недалеко тут живет, тут с детьми просто прекрасно гулять на самом деле. Тут и детская площадка, одна старенькая, но вторая поновее. Но обе хорошие, их все работает, качели, карусели, все есть, и дети тут очень любят гулять. Большинству рязанцев было мало что известно об этом парке, расположенном при въезде в микрорайон Конищево с северной окружной дороги, пока на его территории не решили построить храм. Было только известно, что в 90-х годах парк был заложен силами местных жителей в честь 900-летия Рязани. Затем по инициативе Рязанской общественной организации, комитет ветеранов ВМФ, в нем появился памятник военным морякам, рубка подводной лодки и другое военно-морское снаряжение. Парк получил название Морской Славы. Впоследствии на эту территорию начались покушения. На рубеже 2000-х здесь хотели построить кафе, потом, спустя время, храм. Наша телекомпания освещает историю со строительством храма с самого начала. Мы присутствовали на общественных слушаниях, где обсуждался вопрос перевода территории под строительство в другой статус. Встречались с людьми, которые своими руками в 93-м высаживали деревья в парке и до последнего стремились отстоять зеленую зону. Ведь зеленым наш город и так не назвать, поэтому без того малочисленные парковые комплексы стоит оберегать от любого вида застроек. Так считают и историки, археологи, краеведы. Наличие капитальной постройки на этом участке на сохранность самих памятников археологии отрицательно бы не сказалось. Но все-таки здесь мы рассматриваем парк морской славы не только как историко-культурную площадку, пространство. Мы рассматриваем это в первую очередь как парк. Поэтому я как археолог, как гражданин города Рязани считаю, что возведение любых капитальных построек, музеев, кафе, храмов на территории парковых зон, которых, честно говоря, и так осталось немного, оно, конечно, нежелательно. Значимость зеленой зоны отмечают абсолютно все, но о том, насколько уникальна эта территория, в большинстве своем рязанцы не догадываются. Именно здесь сохранились подлинные остатки укрепленного поселения до славянской эпохи, поселение которому около двух с половиной тысяч лет. Оно находится за моей спиной примерно в 150-200 метрах. Это известный памятник археологии под названием Канищевское городище. Канищевское городище является объектом культурного наследия всероссийского федерального значения. Если поставить в парке информационные щиты, рассказать об устройстве древнего городища, которое существовало здесь ни много ни мало, около двух с половиной тысяч лет назад, территория парка станет не только любимым местом для прогулок людей, но и новым туристическим объектом. А если археологам удастся исследовать крепостной вал, часть которого сохранилась со времен Железного века, возможно, рязанцы станут свидетелями уникальной находки. Деревянные конструкции древних укреплений стен. Это то, что здесь в теле этого вала 100% сохранилось. Конструкции этих укреплений мы можем проследить, несмотря на их очень большой возраст. Эта находка будет ярчайшей, потому что за всю историю археологии Рязанской области, за вторую половину 20-го века, за 21-й век, такие исследования еще не проводились. Строительство храма на территории парка, толком не начавшись, уже завершено. Городские службы закапывают котлован, на треть он уже заполнен. Но благодаря этой истории парк обрел знаменитость. Началось его благоустройство в проекте «Новые объекты», и, возможно, вскоре он станет одним из любимых мест для посещения туристами. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».